Доброе утро, Владимир Николаевич! Сегодня прекрасный майский день. Город Екатеринбург, большой шлем в России. И сегодня мы с вами поговорим о тех новых изменениях в правилах, которые с 1 января 2017 года вступили в силу. И хотелось бы ваше мнение, как вы думаете, как это отразится на... Ну, уже понятно, уже были турниры, но на ваш взгляд, насколько это хорошо или плохо, как тренера и как человека, который очень плотно работает со спортсменами, ну, высокого уровня, выступающими на топ-соревнованиях? Ну, правила эти, честно говоря, могу сразу сказать, что почти все мои коллеги, которые все знают, встретили их штуки. Вот, как говорится, плюются, ругаются. Потому что те критерии, которые были заложены в Зигоре Хану, они сейчас попраны. Вот. И даже тоже вот название «Вазарь» — это полпобеды, считается. И сделали все броски в «Вазаре». И бывает за схватку там ребята делают по 5-6, даже я видел и 8 в «Вазаре». И время схватки увеличилось. Люди борются в этом, особенно в «Голдон Скотт» тоже по много времени. В общем, неэффективная эта штука придумана. Причем, понимаете, самая обидная разница. Бывает «Вазаре» близко и к «Эпону», а бывает «Вазаре» и к «Старой Югой». И наше восприятие как бы остается, вот я вижу, это «Вазаре», а это «Югой». И один спортсмен сделал хороший «Вазаре», а другой сделал «Вазаре» как «Изгой». Причем это, понимаете, и есть возможность для судей, такая коррупционная штука. То есть я могу дать не «Эпону», а «Вазаре». А за другой бросок, который гораздо слабее, дается, например, тоже «Вазаре». И потом начинается «Вазаре». Причем, опять же, вот это вот три всего замечания, три наказания. Очень много поединков, когда человек делает несколько бросков, а проигрывает «Вазару» по трем замечаниям. Они же сами декларируют, вот руководство федерации, что мы хотим, со статусом правила, понятны для зрителей. Но как объяснить любому зрителю, дилетанту, который пришел на борьбу, смотрит, братский человек делает, а выигрывает другой, который ничего не сделал, только гонял его, как по всему татане, и выиграл схватку. Человеку это непонятно, понимаете? Поэтому вот эти критерии, они как бы сами нарушаются. Потом конкуренция в джидо выросла, и поэтому под конкуренцию надо тоже правила устраивать. Я вообще считаю, что если мы относим борьбу джидо к боевому виду спорта, то любое преимущество, созданное, должно быть оценивано. Это тоже бросок не живет. С точки зрения боевой ситуации, я получил преимущество, могу как бы добивать спортсмена. Ну, я хочу дополнить, тогда получается и, допустим, то же самое с айкоми, когда человек лежит на животе, его также можно фиксировать, если с точки зрения боевого, и держать. Да, там нога оплетена, оплетена, тоже немножко непонятно. Я помню, когда очень много таких было, как я сказал бы, мутных критериев, когда запретили делать удержание спиной. Ну, вообще, идея Международной Федерации джидо сделать правила, понятные обывателю, то есть зрителю. Вот мне так кажется. То есть для того, чтобы картинка, да, визуальная, телевизионная, ну, как вот в футбол, гол забили, ворота, понятно. То есть и здесь. Здесь не смысл там в Азаре или Юка Япон, а смысл 1 очка, 2 очка, 3 очка. Как сейчас говорят, вот он выиграл 100 на 10, да? То есть насколько вы думаете, обывателю понятно вообще вот эти новые правила вот сейчас? Это они вообще не понимают. 100 на 10, там, вот, 100, у этого 10, там. Кстати, тот же Василий Васильевич Смолин, когда был членом комиссии европейцев, он предлагал, что, может быть, перейти на суммирование очков, там, как вот в Азаре, там было 7-0, Юка 5-0, там, Ока 3-0. То есть на суммирование. Потому что бывает тоже по старым правилам, если взять, там, человек делает 3 броска, там, скажем, 2 Юка, 1 Кока, а один делает в Азаре, и он выиграет схватку. То есть, ну, понятно, там был заложен принцип качества, то есть, ну, это можно. Но, тем не менее, опять же, с точки зрения боевой, может быть, преимущество как раз у того, который 3 раза там бросил. А как на спортсменах вот эти изменения правил, да? Насколько вот они отразились в подготовке спортсменов? То есть, большие ли изменения надо вносить спортсменам, чтобы они адаптировались к этим новым правилам? Ну, права. Лично для меня вот все эти правила, они особо как бы, ну, не помешали. Потому что у меня ученики никогда за ноги не хватали там особо. Они боролись с такой классикой, там, подхваты передней подножки, спины, там, подсечки через голову броски. То есть, я не страдаю от того, что запретили ноги. Но дело в том, что количество приемов упало в разы. Та же катакурума, мельница, это был любимый прием Дзегора Кано. Мы убрали любимый прием Дзегора Кано из арсенала джидора. Причем, я же инженер по образованию по первому был. Я помню, я всегда занимался статистикой. Вот последний чемпионат мира 2009 года, Олимпийские игры 2008 года. Там понять очень легко. Раньше было более двух бросков за схват. В среднем. Ну, берется, например, количество приемов сделанных, количество схваток проведенных на соревнованиях. Все получают статистику. Сейчас это единицы. Бывает даже, что меньше единицы. Зрители приходят посмотреть соревнования, броски. И не важно, за ногой я схватил или как. Чего броски, мельница некрасивая. Или боковые переворота, когда человек на второй этаж вытаскивает, оттуда бросает. Ведь вы сами знаете, когда такие броски идут, в зале прям такой идет, то есть вдох, восклицание, восторг. А сейчас просто толкотня. И вот эти правила последние, вы знаете, они тактически могут измениться. Я, например, вы знаете, владею таким сильным враньем, захватом передвижениями. Вообще, можно не делать никаких бросков. За счет вот этой суеты я могу соперника привести к наказанию. Три наказания, все привезли. Я ни одного броска не сделал. Вот я вам перед этим рассказывал, вот у меня ученик, Игорь Чепенатазий, он не сделал ни одного броска. Он всех переиграл тактически, на замечаниях, и в финале японца точно так же переиграл. Это что, джидо, что ли? Хорошо, Владимир Николаевич, вот вы давно уже практикуете как тренер. И если посмотреть назад, да, в историю, насколько часто менялись раньше правила, и насколько часто они меняются сейчас? Ну, допустим, взять период там с Олимпиады в Москве, 80. Да я понял. Как часто менялись правила, и вообще хорошо ли это, когда вот так часто меняются правила? Правила в те времена менялись очень редко, очень редко, и это было хорошо. Потому что идет восприятие. Во-первых, понимаете, вот сейчас по эти новые правила дети не успевают. Получается, с Олимпийского цикла прошел новое правило, с Олимпийского цикла прошел новое правило, а дети-то там, скажем, с 5-7 лет занимаются, и у него постоянно меняются правила, и к тому же тренеру он не знает, как готовиться, какую технику давать, какую тактику давать на тренировках, чтобы подойти там, скажем, к крупным соревнованиям, к олимпийскому тому. Вот. Поэтому я педагогически против этих всех изменений, которые так часто делают. Причем, я понимаю, байми действительно привели бы к улучшению, но вот как для меня специалист, они не привели бы к улучшению. Ну, вот смотрите, Международная Федерация Дзюдо, она говорит, что это, то есть есть комиссия экспертов, не просто экспертов, да, судей, а именно тех судей, которые раньше участвовали в соревнованиях международного уровня, олимпийских игр, они рекомендовали вот эти изменения правил. А так что же получается, те люди, которые раньше боролись, да, по каким-то правилам, сейчас меняют их, вот почему так происходит, люди, которые боролись, и которые понимали вот суть, да, там та же катагурума, захваты, да, тегурума, боковые перевороты и так далее, были раньше такие красивые амплитудные, и они же сами бросали их, а сейчас они их отменяют. Ну, я думаю, что у них действительно может было, как бы остается желание что-то модернизировать, что-то совершенствовать, ну, по крайней мере, все эти совершенствия, ну, приняли, как бы я сказал, печально могу, в итоге. Вот если опять же вернуться, как вы говорите, к старым временам, понимаете, вот Зегор Вкану вообще считал раньше, что техника превысит всего. Когда появился Хесинг, там, в два снищем метра, и японцы ничего не смогли с ним делать, они стали вводить весовой категории, потому что конкуренция. Вот, потом пять категорий, потом семь категорий. Точно так же по оценкам, когда, вот я когда боролся, там, скажем, 30-30 лет назад, там, вот, это было только Япон и Вазарь, не было цены Гьюка-Коп. Когда возросла конкуренция, когда появились вот броски, там, ну, ягодицы, там, наборки, еще как-то, японцы грамотно стали давать и другие оценки, то есть, чтобы легче выявить победителя, хотя бы по минимальному преимуществу. Я еще все равно говорю, конкуренция настолько возросла, сейчас ЖИДО там занимается, наверное, в 200 странах, там, почти во всем мире, в любой стране есть ЖИДО, и конкуренция такая, что вот любое преимущество надо оценивать. А когда, вот, например, на последние лимпиаде, не буду говорить там про наших спортсменов, его бросили четыре раза, понимаете, вот нашего там спортсмена, а он выиграл, по замечаниям он выиграл эту шваку, ну, как это так? То есть, его по старым оценкам бросили на четыре коки. Ну, то есть, это некомпетентность судей, или это какой-то произвол судейский, может? Нет, просто уже отменили кока, например, понимаете, уже вот на лондонской олимпиаде, уже отменили. Человек упал четыре раза на коку, а выиграл шваку. Ну, как это? Парадокс? А зритель как может понять? Он, я смотрю, этого человека, скажем, бросает, 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 а он смотрит. Это что, критерии, чтобы доступны были для зрителей? Нету как? Он этому критерию не соответствует? Если так немножко, ну, типа, как, знаете, пофантазировать, как вы думаете, ну, понятно, этот четырехлетний цикл правила вроде бы не будут менять, да, не изменят. Как вы думаете, будут ли изменения в следующем цикле олимпийском, и какие, на ваш взгляд, что может измениться? Или что бы вы предложили? Нет, я бы немножко по-другому поставил вопрос. Понимаете, если мы все так оставим, то мы борьбу просто-напросто испортим. Вот, не дай бог, скажем, в ту же олимпиаду, в следующую, несут ММА, и все у нас, джидо, может, хоть не будет. Потому что там можно делать все. Точно так же, если тоже фантастически придумать, что сам бы ведут, сам, в олимпиаду, и все, и все вы ведут сам, потому что там много братского. Там нету запрентов, там нету вот этих надуманных каких-то ограничений, так можно взять, так нельзя взять. Что это за критерии? Я мешаю спортсменам бороться. Вот они говорят, ты мешаешь ему брать захват, ты мешаешь ему там что-то подворачиваться. Это борьба, мы его для этого выяснили. Как это так? Это он пускай думает, как от этого западить, как от этого защитить. То есть столько ограничений, столько понадуманных, если исходить из точки зрения боевых искусств, это просто абсурд. Если, например, думать о будущем, я бы, например, вообще считал, что надо как можно больше демократичнее отнести в борьбе, потому что она выросла, то есть живу-джинку. Это боевой вид спорта был, где можно было делать все. А сейчас столько ограничений, которые просто мешают. Вот, кстати, я с одним человеком из Международной Федерации разговаривал, он мне сказал, говорит, вот мы не ожидали, откуда придет удар. И они уже хотели вроде вести опять броски за ноги, и потом опять почему-то перейдем. Почему, непонятно. Хотя уже перед Олимпиадой в Рио уже говорили, что вот, да, на новый олимпийский цикл собираются вести ноль. Понимаете, вот эти ограничения, они просто мешают борьбе. И как дальше будет, я говорю, вот он мне что сказал, мы не ожидали, откуда пришел удар. Ведь Егор Канова развивал, и пропагандировал джиу-джиу-джиу-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-дж возрастает и мама то есть она возрастает в разы и перетягивает тех же борцов хороших перетягивает там и деньги другие получаются поэтому я говорю если мы не изменим отношения к правилам на следующий олимпийский цикл будет очень грустно очень то есть на ваш взгляд вы считаете что правила надо сделать более демократичными доступными ну то есть убрать больше расширить чем они бы и например давать оценки скажем бы запросок на живота чего никогда не давали разрешить все захваты а то правильно неправильно завтра все это за критерии такие вот есть одежда где хочу то я беру судья на татами наверное не должен мешать поединку он должен просто контролировать ход поединка и наверное не давать там применение каких-то грубых таких вот ну понятно там удары там какие-то такие вещи а так что касается спортивного направления ведь не все же было в борьбе почему это отменить отменение ноги типа вот человек сгибается но ребята это очень легко исправить ну согнулся дай ему две-три секунды постоять такой позиции и накажи как они наказывают за захват и неправильно если ты хочешь чтобы была высокая стойка да наказывай кто-то сгибается это что это гораздо проще сделать чем например отменить целый пласт приема вот так вот вырезать причем абсурд то в чем опять же рон получается что они говорят вот эти приемы запрещены ну в ката детям они все остались они как бы существуют ну как бы в воздухе да они существуют но на старований я их применять не могу что-то за абсурд такой они вот мы их спрашиваем ребята как же быть как-то руководство кота оставьте все это оставьте это понятно мне никак не понятно можно можно сказать так наверное вот резюмируя все как говорил своих книжках современный реформатор дзюдо так называем канаде города дзюгора канаде он стал так я ничего не придумал все было придумано нам до меня я просто систематизировал и и назвал свою школу кодокан дзюдо можно сказать так что сегодняшнее дзюдо это просто новое видение или так сказать айджи дзюдо которое ничего общего не имеет с кодокан дзюдо так можно сказать что вы же знаете что проводят соревнования по старым правилам проводят только в белом кимоно они для них это все изменили которые сделаны на протяжении наверно последних они проводят и отбирают своих спортсменов по старой спасибо большое всего вам хорошего и до новых встреч